ДТП В период времени с 15 по 16 февраля проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», в ходе которого проверено 209 адресов, проведено 82 беседы, выдано 108 квитанций для оплаты штрафов. Составлен один административный протокол. В целях профилактики предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах, с 17 по 19 февраля проведено профилактическое мероприятие «Безопасный город». Нарушений общественного порядка не допущено. На территории Нинецкого автономного округа сотрудниками полиции проведена оперативно-профилактическая операция «Быд-семья», направленная на снижение уровней семейного неблагополучия, социального сиротства и недопущения тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений на территории округа. В операции приняли участие уполномоченные по правам ребенка в Нинецком автономном округе Римма Галушина, представители Департамента образования, культуры и спорта округа и Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, городской округ, город Наринмар и Заполярный район, специалисты по социальной работе отделения помощи семье и детям, Нинецкого комплексного центра социального обслуживания НАО, также социальные работники и представители родительских комитетов. В рамках операции проведено 59 проверок по месту жительства поднадзорных лиц. Из них 23 несовершеннолетних, 10 родителей, семей, находящихся в социальных опасном положении, 26. Проверено по месту жительства 46 ранее судимых граждан. За невыполнение родительских обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей к административной ответственности привлечено двое родителей. Кроме того, выявлено и пресечено 7 правонарушений по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних подготовлено и направлено два материала в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения о привлечении к административной ответственности. В феврале 2017 года с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управлением ВД России по Нинецкому автономному округу поступила оперативная информация по факту незаконного сбыта наркотических средств спайсов на территории города Наринмара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась и преступная деятельность жителя города, занимающегося сбытом наркотических средств, была задокументирована. В результате следователь следственного отдела ОМВД Панау возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228 примечания 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконные производства, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В рамках проведения следственных действий сотрудниками полиции проведен неотложный обыск у гражданина в одной из квартир жилого дома в Наринмаре, в ходе которого обнаружено и изъято наркотическое средство, приспособление для употребления наркотических средств, весы и денежные средства. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. С 17 февраля 2017 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по НАО совместно с работниками Роспотребнадзора, привлеченных в качестве специалистов, проведена проверка развлекательного заведения, расположенного в поселке Искателей. В рамках проверки установлено, что реализация алкогольной продукции осуществлялась без специального разрешения лицензии и документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции. Также установлено, что владельцы и работники развлекательного заведения разливали алкоголь в графины, которые предлагались к употреблению посетителям кафе-бара. Из незаконного оборота полицейскими изъято более 200 литров алкогольной продукции. Образцы изъятой продукции направлены на исследование с целью установления соответствия по ГОСТу, а также возможные опасности для жизни и здоровья потребителей. В настоящее время по данному факту нарушение алкогольного законодательства проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В дежурную часть полиции обращаются граждане с заявлениями о фактах телефонных аферистов. По словам заявителей, установлено, что на мобильные телефоны звонят неизвестные лица и представляются работникам банка. В ходе разговора сообщают, что карта заблокирована и необходимо выполнить некоторые банковские операции. Спустя некоторое время жителям поступают смс-сообщения на мобильный телефон с паролями, которые они сообщают неизвестным собеседникам. В результате у жителей списывают денежные средства с карты в размере 70 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам во избежание снятия денежных средств и сбережений. При поступлении известных звонков и смс-сообщений подобного содержания необходимо незамедлительно связаться с оператором службы поддержки вашего банка. Телефон указан на оборотной стороне банковской карты. Или в отделении банка уточнить достоверность сведений от неизвестных людей и при необходимости заблокировать банковскую карту. Также нельзя забывать о том, что нельзя сообщать свои реквизиты, пароли, коды подтверждения и какую-либо личную информацию неизвестным и малоизвестным лицам. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, совершенных на территории округа, сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что жительница 1975 года рождения, находясь в квартире жилого дома в одном из населенных пунктов Нинецкого автономного округа, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ее знакомому в сумме 63 тысячи рублей. Следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В, частью 2 статью 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, совершенная с причинением значительного ущерба. 18 февраля текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне транспортного средства. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. В ходе разбирательства установлено, что автомобиль, припаркованный возле жилого дома в Наринмаре, на момент совершения преступления не был оборудован сигнализацией и иными противоугонными средствами, а ключи зажигания находились в замке. Мужчина 1983 года рождения, воспользовавшись халатностью владельца по обеспечению сохранности своего имущества, беспрепятственно проник в салон автомобиля и угнал его. После чего не справился с управлением и совершил наезд в снежный вал. В настоящее время дознавателям отдела по организации дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Полицейские обращают внимание владельцев автотранспорта на то, что в интересах каждого гражданина должна быть обязанность по обеспечению сохранности своего имущества. Отдел по вопросам миграции самостоятельно предоставляет государственные услуги в электронном виде через единый портал Госуслуг по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации за грант паспорта сроком действия на 5 и 10 лет, миграционный учет в Российской Федерации, предоставление адресно-справочной информации и оформление, а также выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Зарегистрировавшись один раз, гражданин имеет возможность без потери времени и ожидания в очереди получить необходимые услуги по вопросам миграции, ГИБДД, здравоохранения, ЖКУ, налоговой, отдела ЗАГС и другие. К сведению, пользователи единого портала Госуслуг с 1 января текущего года могут оплачивать федеральные услуги в электронном виде со скидкой 30% от суммы госпошлины, уплачиваемой за получение государственных услуг. Например, за оформление загранпаспорта нового поколения до 14-летнего возраста не 1500 рублей, а 1050 рублей. За оформление загранпаспорта нового поколения свыше 14-летнего возраста не 3500 рублей, а 2450 рублей. За оформление загранпаспорта с 5-летним сроком гражданам, не достигших 14-летнего возраста, не 1 тысяча, а 700 рублей. За оформление загранпаспорта с 5-летним сроком гражданам свыше 14-летнего возраста не 2 тысячи, а 1 тысячи 400 рублей. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя.